Здравствуйте, меня зовут Алена Хан, это программа «Открытый Акимат», и сегодня мы расскажем, что такое фронт-офисы, зачем они нужны и для кого созданы. Наша общая задача – воплотить в жизнь концепцию слышащего государства, которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст современной геополитики. Эту задачу возложили на открытые Акиматы. Прежде всего, это то место, куда любой человек может беспрепятственно зайти и задать интересующий его вопрос, попросить помощи в решении проблемы или узнать, какие документы нужны для получения какой-либо услуги. И главное, делается это открыто и прозрачно, исключая коррупционные риски. Избежать последнего помогает формат «Опенспейс», когда специалисты работают в едином пространстве. К тому же организация открытых рабочих мест дешевле, а еще такой офис создает ощущение объединенности. Решить проблему можно сообща. В нашей области уже работают 9 фронт-офисов открытых Акиматов. 8 в районах и 1 в Петропавловске. Первый открылся в мае прошлого года и облегчил жизнь шалакынцев. В день туда обращаются до 40 человек. В основном их интересуют вопросы, касающиеся жилья, ЖКХ и сельского хозяйства. Во фронт-офис в областном центре чаще обращаются, чтобы сделать электронно-цифровую подпись или справку о наличии имущества. Также здесь работает сектор самообслуживания. С его помощью можно получить более 500 различных государственных услуг, в том числе справку о наличии или отсутствии судимости, вызвать врача на дом, прикрепиться к поликлинике и другие. Тем, кто не может справиться самостоятельно, поможет консультант, например, пожилым людям, которые с современными технологиями на вы. Данный сектор размещен не только в Акимате у нас получается. По городу их насчитывается более 123, по области более 800. В данный момент департаментом проработан вопрос с ТО «Тугис», который для облегчения граждан, список секторов, получается, находится теперь в электронном справочнике города Петропавловска «Тугис». А вообще государственные услуги сейчас доступны каждому и во многих ведомствах. В областном управлении земельных отношений насчитывается 10 видов. Почти все они переведены в электронный формат на портале «Егов.КИЗ». С начала года специалисты рассмотрели почти полторы тысячи заявлений, 80% из которых в онлайн-формате. К слову, в 2019-м в профильном управлении оказали 4,5 тысячи таких госуслуг. Самые распространенные из них это… Приобретение права на землю государственной собственности, также утверждение кадастровой документации и делимость и делимость земельных участков. Законом Республики Казахстан от 25 ноября 2019 года исключены государственные услуги. Это утверждение кадастровой оценочной стоимости. Также данным законом отменены регламенты государственных услуг. Так как это первый выпуск нашей программы, мы решили узнать, сколько времени нужно, чтобы найти ответ на свой вопрос в открытом Акимате и как доступно консультанты преподносят информацию. Засекаем время. Ну и в первую очередь нам нужно взять талон. Нам нужно устроить ребенка в детский сад. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, мы недавно переехали из района в Петропавловске. У меня ребенку 3 года, уже 3-2. То есть могу ли я поставить его в очередь в детский сад? Что нужно? Существу о рождении. Так, хорошо. У меня его с собой сейчас нет. То есть можно в следующий раз подойти или как-то. Инна тоже нет. То есть из документов нужны только удостоверения. Раз, второй телефон. Получается, сколько по времени займет процедура? Стоит сказать, что на то, чтобы взять талон, немного подождать и получить необходимую услугу, ушло 5 минут. Быстро, доступно и без лишней бумажной волокиты. Именно так должно быть. По задуманному сценарию с собой у меня были не все документы. И консультант объяснил, как все сделать самостоятельно дома. Кстати, удобно, что не нужно бегать из одного кабинета в другой. Все на первом этаже. Поручение было председателем агентства Олега Жатканбовича, что во всех районах, даже сельских округах, открыт Акимат. Мы знаем, что любой другой человек, когда приходит, любой госорган, руководитель сидит на втором, на третьем этаже, да, и попасть невозможно просто. Даже найти трудно итог. И подойти, пожаловаться, там какой-то на свой вопрос ответ получить невозможно было. На сегодняшнем уровне мы видим, что руководители спустились уже на первый этаж. Это, например, правительство для граждан, руководители, например, ЦОНа, любого другого. У них нету своего кабинета. В данный момент они ходят по залу. Но были и такие случаи, когда в одном из регионов тайный услугополучатель приходил в Центр обслуживания населения, а руководитель по старой привычке находился в своем кабинете. Чтобы такого не было, должны работать мониторинговые группы. Концепт «Слышащий государство» — это и есть открытый акимент. Что любой другой нормальный человек пришел получить государственные услуги, да, или задать вопрос и получить ответ. Сегодня исчез. Если этого не может, тогда зачем это всего, вот мы, которые говорим, везде тратим государственные деньги, открываем открытые вот эти сервисные центры, если она не работает. Но пока давать оценку рано. Основное направление — это устранение бытовой коррупции и создание комфортных условий. То есть, если будут комфортные условия, гражданам все будет доступно, то есть, тогда не возникнет у любого обывателя пойти на сделку со своей совестью, дать кому-то мзду, решить вопрос незаконным способом. Соответственно, в целях реализации данной вот концепции, идеи, вот наш председатель и аким города, они начали обижать те государственные органы и те коммунальные службы, то есть, где население платит же за коммунальные услуги. И наткнулись на такую проблему, что, к примеру, Астана, Сувар, Астана, Энерго, у них здания были, как до сих пор старые, как в советское время, то есть, они до сих пор обслуживали население по-старинному, по-старинке, там, без очереди, без электронной, то есть, ты приходил, кто крайний, вот в таком формате было. То есть, была рекомендация в кратчайшие сроки сделать, как в ЦОНах, да, как в центрах обслуживания населения. Сделать это в ЦОНах получилось, потому специалисты антикоррупционной службы надеются, что такая система приживется и в открытых акиматах, чтобы не было такого. Человек пришел, кому-то позвонил, очередь стоит, его позвали, кто там, например, у Саенов или с адвокацией подойдите, он подходит, получает быструю госуслугу, настроение у этого строя портится, начинаются крики, это уже недобропорядочное отношение, скажем так. Поэтому данная работа вот и началась. Так идею поддержали все регионы, свободные от коррупции. Это все правильно, что надо решать вопросы обратной связи с населением, но в целом нужен мониторинг ситуации в стране, выявление проблемных зон. Требуется совершенствование системы государственного управления с учетом специфики страны и повышения профессионализма государственных служащих. Всего по стране сейчас 640 фронт-офисов. Это и Open Space, и Adalda Kalana, и открытые акиматы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok